приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня продолжаем разбираться в книге эрика дубея под названием ответы на вопросы о плоской земле мы остановились на главе 18 глава 18 сигма октантис утверждается что сигма октантис является южной центральной полярной звездой подобной полярной звезде вокруг которой все звезды южного полушария вращаются в противоположном направлении однако в отличие от поляриса сигма октантис нельзя увидеть одновременно из каждой точки на одной широте она расположена не в центре а предположительно на первом градусе смещения центра она не неподвижна и фактически вообще не может быть видна с помощью имеющихся в продаже телескопов существуют законные предположения относительно того существует ли вообще сигма октантис как таковая гелиоцентрическая модель утверждает что звезды к югу от экватора вращаются в противоположном направлении вокруг сигмы октантис но на самом деле все светило вращается в одном направлении с востока на запад вокруг полярные звезды как в куполе планетария однако наш земной планетарий слишком огромен чтобы любой наблюдатель мог видеть все звезды одновременно с одной точки обзора поэтому их видимое движение угол и наклонение меняется в зависимости от перспективы и точного направления в котором она находится если обратиться к книге доктора роботэма земля не глубус можно прочитать следующее несомненные то что с экватора северную полярную звезду а также созвездие большой и малой медведицы и многие другие можно увидеть с каждого меридиана одновременно в то время как на юге от экватора не так называемая южная полярная звезда не замечательное созвездие южного креста не видны одновременно с каждого меридиана показывая что все созвездия южной полярной звезды включая poliarную звезду проходят на большой южной дуги и пересекает меридиан начиная с восхода вечером и заката утром но если земля это глобус то сигма актантис южная полярная звезда и южный крест и южные полярные созвездия то все они были видны одновременно с любой долготы на одной широте, как в случае с северной полярной звездой и с северными приполярными созвездиями. Однако это не так. Глава 19. Местное, локальное Солнце. Основномические цифры гелиоцентристов всегда звучат идеально точно в кавычках. Но исторически они, то есть гелиоцентристы, были печально известны тем, что регулярно и радикально меняли их в соответствии со своими различными моделями. Например, в свое время Коперник вычислил расстояние Солнца-Земля равными 3 391 200 миль. В следующем же столетии Иоганн Кеплер решил, что на самом деле это расстояние составляет 12 376 000 миль. Исаак Ньютон сказал в свое время, что не имеет значения, считаем ли мы его удаленным на 28 или 54 миллиона миль, потому что и то и другое будет одновременно хорошо. Бенджамин Мартин подсчитал, что 81 миллион миль составляет это расстояние. А Томас Дилвард заявил, что оно и вовсе может быть больше 93 миллионов миль. Бенджамин Гулд сказал, что это расстояние никак не меньше 96 миллионов миль. А Кристиан Майер считал, что оно больше 104 миллионов миль. В настоящее время современные гелиоцентристы остановились на цифре в 93 миллиона миль. Но все эти смехотворные расстояния легко опровергаются тем же методом, который на протяжении веков использовали жители плоской земли. Измеряя с помощью Сикстан и вычисляя с помощью плоскостной тригонометрии, как Солнце, так и Луна имеют диаметр всего около 30 миль и находятся на расстоянии не менее 3000 миль. Более того, любительские съемки с воздушного шара, сделанные над облаками, предоставили потрясающее визуальное доказательство того, что Солнце не может находиться за миллионы миль от нас. На нескольких снимках мы можем увидеть четко горячее пятно, отражающееся на облаках прямо под воздействием солнечного света, напоминающего прожектор. Если бы Солнце на самом деле находилось на расстоянии миллионов миль, такая маленькая локализованная горячая точка не могла бы возникнуть. Еще одно доказательство того, что Солнце не находится на расстоянии миллионов миль, можно найти, проследив угол падения солнечных лучей обратно к их источнику над облаками. Существует бесчисленное множество фотографий и видеороликов, показывающих, как солнечный свет проникает в свой облачный покров под различными сходящимися углами. Область схождения это, конечно, Солнце, и оно явно находится не в миллионах миль от нас, а относительно близко к Земле. Тот факт, что отражение Солнца и Луны на воде всегда образует прямолинейный луч от горизонта к наблюдателю, тоже доказывает, что Земля не шар. Если бы поверхность Земли была изогнута, и отраженный свет не смог бы обогнуть шар. Глава 20. Научные эксперименты. Известными учеными, такими как Альберт Майклсон, Эдвард Морли, Джордж Эйри и Джордж Саньяк, было проведено и повторено несколько экспериментов, доказывающих, что именно звезды вращаются вокруг неподвижной Земли, а не наоборот. Убедительные результаты их экспериментов не спариваются и даже не упоминаются. В современных книгах по астрономии, а скорее удобно замалчиваются, чтобы не дать любопытным умам разглядеть ложь насквозь. Например, эксперимент, известный как неудача Эйрии, поскольку он не смог подтвердить гелиоцентричность, доказал, что звезды движутся относительно неподвижной Земли, а не наоборот. Сначала наполнив телескоп водой, чтобы замедлить скорость света внутри, а затем рассчитав наклон, необходимый для того, чтобы звездный свет попадал прямо в трубу, Эйрии не смог доказать гелиоцентрическую теорию, поскольку звездный свет уже падал под правильным углом без необходимости изменения. И вместо этого доказал гелиоцентрическую модель. Эксперименты Майклсона Морли, а также Гейла и Саньяка, также пытались измерить прохождение скорости света из-за предполагаемого движения Земли в пространстве. После измерения во всех возможных направлениях в разных местах, все они не смогли обнаружить каких-либо существенных изменений. Что еще раз подтверждает стационарную гелиоцентрическую модель. Достаточно сказать, что эти 20 пунктов дают лишь частичный перечень, и доступно еще очень много доказательств, как в книге Уильяма Карпентера, так и в моей собственной книге 200 доказательств того, что Земля не вращающийся шар. Значит вопрос Эрику Дубею. Откуда вы знаете, что НАСА инсценировала посадку на Луну? В период с 1969 по 1972 год НАСА, Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, якобы совершило шесть успешных пилотируемых полетов на Луну, где они занимались всем от игры в гольф до разгона на багги по дюнам и получения прямого телефонного звонка от президента Никсона. Однако на самом деле при тщательном критическом рассмотрении эти инсценированные события оказались ничем иным, как грандиозной мистификацией, рассчитанной на доверчивую и ничего не подозревающую публику. Первое. Начнем с того, что сама Луна это просто светило, не физический источник света в небе, а не сферический земной планетой, как утверждает НАСА и современная астрономия. В ясные дни во время цикла увеличения или уменьшения мы можем сами увидеть голубое небо сквозь Луну. Ясными ночами во время цикла увеличения или уменьшения можно увидеть звезды непосредственно через поверхность Луны. И во время каждого новолуния Луна полностью исчезает из поля зрения и остается невидимой в течение одного дня в месяц. Даже члены Королевского астрономического общества снова и снова заявляли о своем замешательстве из-за возможности видеть звезды непосредственно через Луну. Например, сэр Джеймс Саут из Королевской обсерватории в Кенсингтоне писал, что когда я впервые посмотрел в телескоп, звезда примерно седьмой звездной величины находилась на расстоянии нескольких минут градуса от темного края Луны. Я видел, что ее затмение Луной было неизбежным. Но звезда вместо того, чтобы исчезнуть в тот момент, когда край Луны соприкоснулся с ней, по-видимому скользила по темному лику Луны, как если бы ее видели сквозь прозрачную Луну. Или как если бы звезда была между мною и Луной. Я несколько раз наблюдал подобную очевидную проекцию. Причина этого явления остается для меня неизвестной. Звезда, закрывающая полумесяц, долгое время была популярным символом ислама, была символом Османской империи, встречается на флагах Алжира, Азербайджана, Ливии, Малайзии, Мавритании, Пакистана, Сингапура и Турции. А также на гербах стран от Хорватии до Германии. А также таких стран, как Ирландия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Украина и Соединенное Королевство. Однако в наши дни, благодаря десятилетиям пропаганды НАСА, люди верят, вопреки свидетельствам своих собственных органов ЧУС, что Луна это физический планетоид, террафирма, по которому можно ходить. Второе. Основы физики доказывают, что человек не только никогда не летал на Луну, но и что вся концепция космического вакуума невозможна. НАСА и современная астрономия утверждают, что земная атмосфера идеально вращается вместе с Землей до неопределённой высоты, где она якобы встречается с космическим вакуумом. Однако любой, кто прокалывал аэрозольный баллончик, знает, что система с положительным давлением, примыкающая к системе с отрицательным давлением, должна иметь прочный барьер, разделяющий их, иначе они уравняются. Более того, на уровне Земли эта вращающаяся атмосфера предположительно движется со скоростью около 1000 миль в час и увеличивает скорость с высотой, так что на высоте 250 миль, где, как не утверждает, находится Международная космическая станция, атмосфера и всё, что в ней находится, якобы движется со скоростью 17500 миль в час, со скоростью пули. Это означает, что астронавты в своих ракетах летели быстрее несущиеся пули, когда, наконец, они выскочили из вращающейся атмосферы Земли в не вращающуюся, не находящуюся под давлением атмосферы космического вакуума. Даже если бы они каким-то образом смогли пережить такой переход, оказавшись в предполагаемом космическом вакууме, было бы невозможно продолжать управлять кораблём, потому что все двигательные установки требуют давления воздуха в атмосфере. В вакууме такой противодействующей силы нет, поэтому все двигательные установки, вместо того, чтобы посылать ракету вперёд, вместо этого заставляли бы её дико и беспорядочно вращаться, выходя из-под контроля. В последние годы НАСА пыталась справиться с этим вопросом, утверждая, что Луна на самом деле всё ещё находится в атмосфере Земли, но это не меняет того факта, что они десятилетиями придерживались этого невозможного утверждения. Количество радиации, которое, как утверждалось, существовало в космосе, особенно через так называемый пояс Ваналина, было слишком сильным для тонких костюмов астронавтов. НАСА утверждает, что начиная с высоты тысячи миль примерно до 15 тысяч миль существует смертельная зона радиации, которая убьёт или серьёзно ранит любого, кто пройдёт через неё в течение нескольких минут. В одном российском исследовании говорилось, что количество радиации, присутствующей на Луне, потребовало бы того, чтобы астронавты были одеты в 4 фута свинца, чтобы избирать мгновенные смерти. Джон Молдин, физик нации, сказал, что им постоянно потребовалась бы защита толщиной не менее 2 метров, однако на плёнке мы видим, как они прыгают по Луне, в кавычках, в своих двухдюймовых тонких костюмах. Даже сам Джеймс Ваналлен вплоть до смерти в 2006 году продолжал утверждать, что людям никаким образом не суждено пережить 90-минутное путешествие через радиационный пояс и ещё 90-минутное путешествие обратно, не будучи полностью заключёнными в толстую свинцовую защиту. Четвёртое. Предположительно, температура на Луне колеблется от 279 градусов ниже нуля ночью, что намного холоднее, чем даже самая холодная зима в Антарктиде, и до 243 градусов выше нуля в лунный полдень, что горячее кипятка. НАСА утверждает, что их специальные костюмы были оснащены системами обогрева и охлаждения, но ничего такого, что могло бы выдержать эти невероятные температуры. Предположительно, скафандры также были герметизированы, чтобы не допускать разрыва кровеносных сосудов из-за отсутствия давления в космосе. Но на них явно имеются глубокие складки. Астронавты в настоящих герметичных скафандрах выглядят бы как человек-мешлен, который выплёскивается наружу и были бы очень негибкими. Кроме того, невозможно, чтобы плёнка кодек в их камерах выдержала такие экстремальные температуры, не расплавившись или не замёрзнув. Пятое. На снимках Аполлона-11 база Олдрина можно увидеть в перчатках разного цвета и ботинках разной длины на снимках, которые, предположительно, были сделаны с интервалом в несколько минут. Например, на фотографии АС-11 Олдрин одет высокие сапоги и тёмно-серые перчатки. Но всего двумя снимками позже, АС-11-40, он переоделся в сапоги меньшего размера и белые перчатки. Если бы Бас действительно находился в космическом костюме, в герметичном скафандре, у него, конечно, не было бы времени или причин сбрасывать давление и снова надувать свой скафандр, только для того, чтобы внести эти модные коррективы. Шестое. Ни одна из миссий Аполлон не привезла с собой на лунный модуль дополнительного студийного освещения, поэтому Солнце должно было быть единственным источником света на предполагаемой Луне и на всех сделанных там снимках. В этом случае свет должен исходить только с одного направления, а все тени должны отбрасываться в противоположном направлении. Однако на десятках официальных фотографий НАСА видны тени, отбрасываемые одновременно в трех направлениях, часто под углами 90 градусов, что может быть результатом отсутствия на Луне нескольких источников света. Например, на фотографии Аполлон-14 тень лунного модуля на заднем плане отбрасывает подрезка отличающимся углом от скал на переднем плане. Седьмое. Многие фотографии, на которых якобы изображено Солнце в кавычках, если смотреть с Луной в кавычках, явно являются просто студийными прожекторами, а не Солнцем. Например, на фотографии Аполлона-12 АС-1246 после компьютерных улучшений видна большая лампочка в центре Солнца. После тщательного анализа многими исследователями НАСА фактически удалило версию этого изображения в высоком разрешении своей галереи Аполлона. На фотографиях АС-1140-59 Аполлона-11 также виден эффект конического прожектора. Исходящий от источника света, находящегося за пределами кадра, который явно не является солнечным. Восьмое. На нескольких снимках Аполлона видна четкая разделительная линия, где Земля встречается с тем, что можно было назвать студийным фоном. Если они действительно снимали на Луне, Земля плавно переходила бы в фон, не оставляя такой разделительной линии. Более того, при параллельном анализе десятков изображений выясняется, что НАСА снова и снова использовала один и тот же фон на якобы совершенно разных участках Луны. Контуры холмов, гор и долин идеально совпадают при наложении друг на друга. Например, на снимке АС-1582 с Аполлона-15 лунный посадочный модуль показан на очень уникальном и отчетливом горном фоне, который при наложении поверх изображения АС-1582-11082 точно выравнивается, но без лунного посадочного модуля и на другом переднем плане. Другим примером является изображение Аполлона-17 под номером АС-17, на котором гора изображена на заднем плане с четким передним планом. В то время как изображение АС-17-136 показывает точно такую же гуру, но теперь с несколькими крупными скалами и валунами, появляющимся на переднем плане. И еще есть десятки примеров использования таких повторяющихся фонов в ходе миссии Аполлон. Девятое. Компьютерное улучшение многих изображений НАСА выявляет манипуляции с фотографиями и свидетельства студийного обмана. Например, когда лунный модуль Аполлона-17 взлетает на фотографии АС-17, видна четкая тень, отбрасываемая на потолок студии. Аналогично изображению Аполлона-14, когда желтые и синие цвета вычитаются из шкалы цветности, показывая то, что может быть только студийным освещением отражается от черного фона. На другой фотографии Аполлона-14 видны тени от перекрестия прицельной сетки, подвешенной в воздухе над отпечатком внизу, что доказывает, что он подделан, а не является оригиналом, как утверждалось. На снимках Аполлона-12 АС-12-49 отчетливо видны несколько бликов на объективах студийного освещения, вызванных несколькими лампами верхнего освещения. А на снимке Аполлона-12 АС-12-48-70 показано то, что выглядит как верхний свет, отражающийся в шлеме Алана Бина. Десятое. Компьютерные улучшения, выполненные на изображениях Земли, полученные с Луны, выявили явный обман с фотографией. При постепенном удалении от фона оттенков, содержащих черный вокруг Земли, появляется яркий прямоугольный артефакт, доказывающий, что это составное изображение. Например, на фотографии Аполлона-11 АС-11-44-66-42, обработанной в фотошоп, видна отчетливая разделительная линия в том месте, где к изображению была добавлена Земля. Одиннадцатое. На оригинальной фотографии Аполлона-16 АС-16-107 изображен камень, с четко выгравированной на нем буквой С, а также еще одна буква С нарисована в грязи рядом с ним. Это характерно для поддельных сценических камней на декорациях, где сценограф разграничивает позиции реквизита, и, конечно, это не то, что когда-либо можно было бы найти на Луне после разоблачения НАСА. Позже убрали две эти буквы С из своей официальной версии фотографий, но копии оригинальных фотографий все же доступны в интернете. Двенадцатое. В нескольких фрагментах видеозаписей миссии Аполлон есть свидетельство того, что астронавты использовали провода для достижения более невесомого внешнего вида. Во время Аполлона-14 было много случаев, когда свет отражался от проводов, прикрепленных к их рюкзакам, делая их на мгновение видимыми. Во время установки флага Аполлона-17, как раз в тот момент, когда два астронавта идут пожать друг другу руки, по проводам, идущим от верхней части их рюкзаков до самого верха экранов, раздаются световые сигналы. А во время полетов Аполлона-16, когда один из астронавтов падает, его быстро поднимают обратно, невероятно неестественным образом, который мог бы быть вызван только тем, что его поднимали с помощью троса. Тринадцатое. Одна из наиболее очевидных аномалий видео, это то, как в нескольких миссиях Аполлона американские флаги развиваются на несуществующем космическом ветру. Предполагается, что на Луне нет атмосферы, и поэтому флаги должны были оставаться совершенно неподвижными, но часто можно увидеть, как они довольно шумно двигаются. НАСА утверждает, что причиной этого могло быть столкновение астронавтов с ними, но это явно не так, поскольку флаги продолжают развиваться в течение длительного периода времени, при этом астронавты не прикасаются к ним и даже не приближаются к ним. Четырнадцатое. Еще одна интересная видеоинформационная аномалия обнаруживается при воспроизведении видеозаписей НАСА Аполлон с удвоенной скоростью, а затем при наблюдении за тем, как астронавты ходят, бегают, прыгают или катаются по дюнам на своем маленьком багги. Без регулировки скорости возникает иллюзия низкой гравитации, поскольку астронавты, кажется, плывут, дрейфуют и скользят медленно и плавно, но как только их видят на видео с удвоенной скоростью, становится ясно, что они находятся в условиях нормальной гравитации, ходят, бегают, прыгают и курсируют с нормальными скоростями. НАСА просто снизила скорость воспроизведения на 50% в процессе постпродакшена, чтобы достичь желаемого результата. 15. Ещё одна вопиющая ошибка заключается в том, что ни на одном из изображений или видеозаписей НАСА звёзды на заднем плане не показаны, так как они должны быть. Просто полная чернота, вероятно потому, что точные звёздные карты, какими они должны выглядеть с Луны, было бы почти невозможно воспроизвести или подделать. Свидетельство разных астонавтов, участвовавших в разных миссиях, их автобиографиях и интервью, только ещё больше мутят воду, некоторые из них хвастаются удивительно ярким светом звёзд, а другие говорят, что не помнят, чтобы видели хоть одну звезду во время пребывания на Луне. Такие противоположные показания и тот факт, что ни на одном из снимков Луны, сделанных НАСА, нет звёзд в их соответствующих положениях, является ещё более веским доказательством студийной фальсификации. Это была очередная глава из книги Эрика Дубея «Вопросы о плоской земле», с вами был Белогур, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если вам нравится мое видео, оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу прочитанной информации, до встречи в следующих выпусках.